Доброе утро, мои хорошие! Решила вам показать нашу с мамой стрипню. Посмотрите, сколько компотиков мы закатали, сколько варенья. А всё это благодаря нашему соседу из деревни. Он нам прислал огромную просто коробку с черешней. Мы с мамой обожрались, поделились с братиком, с его семьёй. И ещё вот сколько у нас всего получилось на зиму. Зимой будем радоваться, снимать мукбанки и всё это кушать. Вчера я сделала очередной заказ Шейна, купила купальники. Вот такой красивый, он стоит 15 долларов, классный. Потом вот такой. Это, кстати, я не себе заказывала, а себе заказала вот этот вот купальник. Как вам? Пишите в комментариях. Кстати, в инстаграме я с вами советовалась, какой стоит брать. И вот мой выбор пал на вот такой. Мне нужно подкрепиться перед тренировкой. У меня здесь яичница, черешня. И никогда не покупайте этот напиток. Он просто ужасный. Мне не понравился. Приятного аппетита мне и бегу тренироваться. Вы просто не представляете, как мне охота. Вот прям я заставляю себя идти на тренировки. Вот прям. Романтичное платьишко. И спортивная сумка. Конечно, смотрится не очень, но одеваться некуда. У меня просто не было другого прикида. Решила надеть это платье. Мама меня просто осыпала комплименты. Мама говорит, очень красиво смотрится. Реально офигенное платье. Это я в прошлом году покупала. На распаковке вам показывала. Это все с шеей. Надо еще купить воду. Но что-то я не вижу маленьких. Бонако. Только большие. Придется взять, наверное, эту. Нашла. Тридцать копеек стоят. Тридцать пять, точнее. Сим-сим, откройся. Я уже переоделась. Это те самые шорты, которые я вам показывала в распаковке. Просто я решила их замиксовать с такой свободной футболкой, чтобы не смотрелось уж слишком бульгарно. Иду заниматься. Ровно тридцать минут на беговой дорожке. Я сожгла 142 калория и 2,5 километра прошла. И меня не устала особо. Как всегда, тренер недоволен моими тренировками. И говорит, что я не выкладываюсь на все 100%. Но я на самом деле делаю максимум того, что я могу и не могу. Если честно, после тренировки я просто как выжатый лимон. У меня трясутся руки, у меня не сгибаются ноги. Со стороны всегда все упражнения кажутся максимально простыми. Но когда ты их делаешь на деле, делаешь в три подхода. Все упражнения мы делаем в три подхода по 15 раз. Вот тогда ты ощущаешь на собственной шкуре, насколько все это сложно. Сегодня в спортзале было очень много людей. Это на самом деле немножко даже странно, потому что я иду днем. Обычно никого не бывает. Но только не сегодня. Сегодня было очень-очень много народа. Все упражнения от и до я снимать не стала. Я сняла просто буквально несколько кусочков. Ну все, моя тренировка, слава богу, закончилась. По возможности я старалась очковать, насколько это возможно, насколько это канала. Но все равно я очень устала. Держу камеру в руках, и у меня прям руки дрожат. Мой ящичек. Собираемся. Мне просто настолько неохота переодеваться, что я хочу прям вот так вот пойти. Все равно я живу близко. Буквально 10 минут ходит бы и даже меньше. На мой лук. Обычно я купаюсь, даже мою голову. Но сегодня пусть будет вот так вот. Ради исключения. Помните, я вам на последнем мукбанке говорила о том, что мой заказ пришел наполовину. То есть я заказала картошку фри и колу. И их, по-моему, забыли мне положить. И деньги тоже мне не возвращали. И вот сейчас мне сели деньги. Ура! Как хорошо. Даже особо без нервов. Я даже забила, если честно, на эту ситуацию. Просто написала в техподдержку. Вот. Они мне вернули в качестве бонусов эти деньги на мой счет. Как классно. Очень удобно. Я решила сделать еще один заказ из новой доставки. Заказала суши. Заказала очень классный такой томбик. И буду снимать для вас мукбанк. Но надо привести себя в порядок. Сейчас я искупаюсь, наверное. Наверное, обновлю свой макияж. И буду снимать для вас контент. У меня прям такое вдохновение в последнее время. Хочется снимать и влоги. Хочется снимать и мукбанки. И как можно больше контента. Что-то делать. Развиваться. Потому что в последнее время очень много людей подписываются на мой канал. Так, посмотрите, что мне пришло. Выглядит, конечно, очень аппетитно. Очень аккуратно. Так пахнет. Будем пробовать. Зачем мне столько кладут этого посаби? Я из-за своей невнимательности, из-за своей тупости заплатила два раза за один сет. Прикиньте. На мукбанке подробно расскажу вам. Хотя, наверное, мукбанк вы уже видели. Эту квартиру однозначно нужно продавать зимой. Потому что этот ресторан не дает возможности ничего делать. Просто здесь настолько пессимистическая музыка, что вообще никакого настроя. А потом мама говорит, почему ты не хочешь выходить замуж? Ну, какая идиотка пойдет замуж, когда дома ей готовят такие вкусняшки. Мам, я твоя должница. Я тебе сейчас сделаю ногти. Нажрусь, потом сядем. Понятно. Ой, обожаю. Макароны со сливками, еще с сердечками. Это мое блюдо. А это блюдо мамы. Я еще к нему грудку пожарю. Отварю. Мама на диете. Вот немножко она поест этого. Как я отойду, она доест это. В общем, на гречке, мама. Смотрите, какая погода. Какой ветерочек. Обожаю за это Баку. Несмотря на то, что лето, нету духоты. Вот всегда такой холодный ветер. Прям кайф. Так как мама меня очень вкусно покормила, поэтому мама заслужила что? Мамый маникюр. Да, сейчас будем переделывать. Мама сказала, что сегодня времени нету. Не успеем. Я ей сказала, что обещаю, за час управимся. Сейчас будем работать в очень скоростном режиме и сделаем тяп-ляп. Да, тяп-ляп. Лишь бы быстро. Ногти мы уже закончили. Мам, покажи другую ручку тоже. Я здесь делала дизайн, но маме что-то не очень понравилось. Поэтому на этой руке мы уже дизайн делать не стали. Как тебе, маме? Нормально, хорошо. Мы, правда, укоротили длину. И мне кажется, короткие смотрятся не очень. Лучше чуть-чуть, когда длина все-таки есть. И еще мама купила себе платье. Платье шифоновое. Здесь снизу гармошечка. Очень красивое. Купили за 80 монат. Так что я молодец. Поздравляю маме. Очень скрадывает маму. Прям вот хорошо. Моделька такая удачная. И расцветочка. Когда же моя камера наконец-то начнет фокусироваться? В общем, вот так вот. Фокуса нет.